Так можно мне волосы вот так чуть-чуть заправить за ухо? Так как уже с Женей. Окей, чё там как? Ага, ну давай, ладно, попробуй. Смотри, Кристина, проявляется фоточка. Да. Ну так медленно. Да, да, можно потом ещё делать, когда она будет побольше. Двадцать четвёртая неделя, тридцать третья, тридцать шестая, тридцать девятая. Не помнишь, какого числа мы сделали эту фотографию? Всем привет. Оттрели фотосессию с моей малышкой. Ну, пока на улице сильно солнечно, посидеть дома, а потом мы можем выйти прогуляться. Я бы, конечно, куда-то поехала, но сегодня воскресенье, мне кажется, будет много людей в парке, в котором я хотела бы побывать. Да. Угу. Ну, чё себе придумали вдвоём тут. Угу. Да, пока Кристина занимается профессором, я тут потихоньку обрабатываю фотографии, которые мне нужно будет скоро отдать. Ну, вообще, я думаю, классные получились фотки. Такие прям платья очень симпатичные. Да, тебе нравится, Кристина, платье? Да. Сдача была сделать максимально живые кадры, из-за этого, конечно, у нас много таких смешных фотографий. Она так улыбается. Ещё мне нравятся вот эти фотографии с пироженкой, классно получились. Позвонила Таня, сказала, что Юра не выходит на связь, это её парень. Вы наверняка видели их много раз в нашем блоге. И чё-то она говорит, что он не выходит на связь, хотя он должен сегодня был отвезти посылки. И она переживает, так что я, наверное, съезжу к нему домой, к ним домой точнее, посмотрю, чё там случилось, чё он не выходит на связь, может он просто заснул. Ну, да, ситуация очень странная. Таня говорит, что в принципе он не знал, что посылки должны были прийти и что он готовился. Так что, блин, надо по-любому поехать проверить, всё ли окей. Позвонил Серёже, он там рядом живёт в Риосе, и он сначала должен просто позвонить в дверь. Возможно, он откроет Юра, но если не откроет, то я как раз уже подъеду к этому времени и с ключами у Тани возьму от дома ключи. Сейчас вот как раз направляюсь на Танину работу. Забрал ключи у Тани, и вот уже подъезжаю в Риос, тут осталось пять минут, и Серёжа вот только что позвонил в дверь, и Юра ответил, что всё нормально, просто телефон выключился. И, в общем, ладно, я уже доеду туда, чтобы ключи отдать Танине, чтоб потом они уже не мотались. Но было весело, конечно, Санта-Барбара такая. Так, старший инспектор Дмитрий пришёл. Давайте, Юрия, сейчас будешь наказывать. Ты где пропал вообще? Я уже, блин, назад. Таня тебя уже наказала, привет? Да, да, да. Где ты пропадала? Бля, у меня телефон выключился, а я здесь что-то там... А здесь Серёга и... Здесь. Уже 7... Уже почти 7 часов вечера, и мы решили поехать в сало прогуляться с Таней и Юрой. И вообще думали ещё, чтобы Серёжа и Юля поехали вместе с нами, но так как Серёжа завтра на работу, он сказал то, что будет отдыхать. Юра вот сзади меня как раз едет. Наша пропажа. Сейчас Таня, наверное, будет злая на него. Нашёл уже машину, которую я хочу взять. Это Skoda Octavia 2017 года. И она как семейная, то есть с очень большим багажником. Но эта машина находится в Мадриде. И есть ещё один вариант в Валенсии. Ну, в Валенсии вариант, он дороже и там больше километров. Так что я думаю, вот с Мадридом стоит рассмотреть вариант. Эту стараюсь продать. Но если в ближайшее время никто не будет покупать её, то, возможно, я ещё сильнее скину цену, чтобы уже забыть про неё. И тоже не париться насчёт страховки. Просто перевести с этой машины уже на новую. Почему Skoda выбрал? Общался с Женей. Он шарит, в принципе, в машинах, потому что работает уже много лет механиком. И он говорит то, что Skoda вроде как надёжные машины. Очень мало заезжают в сервисы. И в обслуживании тоже, и в обслуживании тоже хорошо. Но ещё мне немаловажно, чтобы эта машина проходила по евростандартам. Но она, и она проходит как раз таким. Так что вообще это идеально. Вот надо, чтобы была вот такая наклейка. С. А у меня сейчас B. Вот уже в следующем году нельзя будет. Ты чё трубку не берёшь? А, ты что, да? Ай, да? Ты как Юрец? Приветик. Чё там, Таня, наверное? Мы с Юрой, с Димой. Слепий тайм. И сейчас подходим туда к твоему. Татьяна! Смотри, она сейчас врежется. Сейчас врежется у нас. Привет. Привет. Она на разгоне чисто пошла. Привет. Тань, ты куда там ходи? Татьяна, я красавица. Вот твоя пропажа, смотри, стоит. Мы нашли её. Слата, не представляю. Хэдшот будет. Хэдшот будет. Хэдшот будет. Чё, красота, Тань? Красота. Эту красоту видела каждый божий день. Да? С утра до ночи. Вот это твой ларёк там? Нет. Офис вообще. Ларёк. А вот эти мотоциклы? Нет, нет. Наши лучшие. Это конкуренты? 2021 года. Ооо. Наши лучшие они там. Офис, говори. Это ларёк. Чутка. Я идём всё лето кушала. Мы тут сидим в кафешке, и Таня рассказывает истории про её работу, что там... Которые приходят к ней на работу. Да, беременные. Чё там, беременный кто-то был? Или как? Расскажи. Нет. С утра была, типа была резервация у пары, молодой. Ааа. И чувак звонит и говорит, ой, мы не знаем, там не придём, не придём. Я говорю, ну а что? Ну позитивный. Моя девушка позитивный. А я типа подумала, что это позитивный коронавирус. Я говорю, блин, если позитивный, то не приходите, конечно. Типа мы все заразимся. Типа как самочувствие? Да, у неё всё вообще супер отличное самочувствие. Я говорю, ну не понимаю, я что-то не понимаю. Она говорит, не, она беременная. Говорит, она только сделала тесты в этой беременности. И говорит, можно типа мы придём, всё равно. Ну я сказала, что нет. В любом случае, мне кажется, что вот первые там недели беременности. Ну он ещё помнишь, ты ей рассказывала, что такой, да, блин, лучше бы она тест не делала. Да, да, да. Ага, он ещё такой, бля, лучше бы ты сделала тест после. Вон там я расстроился, капец, что не покатался на мотоцикле. Ну да. Это ж помнишь, как мы ехали кататься на сноубордах? Да. И ты узнала. Сделали резерв на сноуборде и потом... Дима тоже так сказал. Может покатаешься по медленному. Да, Дима в первые разы говорил там, ну будешь кататься там, ты контролируешь. Так ты сама, ты сама говорила тоже, что хочешь. Ну я как бы первые дни вообще была в шоке по этому, да. Ну, слушай, мы... Конечно, конечно. Мы в первые дни ещё не понимали, что происходит. Не, ну я думаю, по-любому бы не каталась. Ну и видишь, не каталась. Кто там у тебя ещё был недавно? Кто-то с... Держал чувак, давай, хочу с ребятом покататься. Мотоцикла. У нас с восьми можно кататься, только от семи лет. Я говорю, ну если ребёнку сколько... какой возраст? Три месяца. В смысле три месяца? Потому что три года. Переставел чуть-чуть, а два раза. Он говорит, не, не три месяца. Говорит, ну это его первые впечатления, они будут там быстро гонять, так и за спокойно. Первые впечатления. Я говорю, на воде мотоцикл. Три месяца ребёнка, у него впечатление будет от водного мотоцикла просто... Да. Ну всё. Смотри, Кристин, через два месяца идём катать. Через два месяца Таня на офис уже закроется. Да? Через какое? Через 10 дней. Всё уже закрывается? Да. Пришли уже домой с Кристиной, и я тут делаю нам ужин. Думаем покушать просто овощи варёные с омлетом. Вот уже всё стоит. В процессе, как говорится. Завтра мне нужно будет ехать на работу рано-рано утром. Уже на месте нужно быть в 9 часов утра. И я хочу так запланировать то, что сначала отвезти машину, свою машину в Тайер, к Жене, к нашему другу. Чтобы он там немного убрал все недочёты, которые есть. И как раз вечером мне нужно будет её показать ещё одному покупателю, который заинтересован. Так что завтра будет тяжёлый день. Мне кажется, ещё не знаю, как сегодня, кстати, наша малышка будет спать. Потому что она много сегодня, да, днём спала прям. Так что вот такой план, Кристина, возможно, встретиться с Таней. Вы договаривались с Таней? А, нет, она что-то завтра делает, занимается своей красотой. Там ногти и всё такое, да? Вы не договаривались? Конечно. Возможно, приятно. Возможно, приятно. В общем, всё, тогда монтирую вложек. Не забывайте писать комментарии в нашу поддержку, чтобы наш канал рос и набирал обороты. Конечно же, буду напоминать вам почаще. Всё, всем пока. И увидимся в следующем блоге.